так значит сейчас мы вспоминаем что мы сделали чем мы закончили мы начали метод зеркальных изображений и с точки зрения зеркальных изображений мы взяли плоскость самая простая модель и для плоскости плоскость проводящую мы заменили на точечный заряд который находится симметрично относительно исходного заряда с другой стороны этой плоскости имеет знак противоположной вот то что мы сделали ну и из этого мы нашли нашли поле в любой точке пространства также нашли напряженность поле в произвольной точке этой плоскости вот что у нас в итоге получилось заряд q здесь заряд минус q на плоскости у нас задан потенциал фи равной нулю и теперь мы эту плоскость убираем структура поле у нас оказывается такая же как вот просто пары зарядов это вот так вот вот так вот ну и так далее вот причем в каждом в каждой точке у нас напряженность поле перпендикулярно поверхности этой плоскости при этом в верхнем пространстве сверху над плоскостью у нас поле в точности такое же как было если когда мы соберем два заряда она в точности такое же как было когда у нас имелось имелся заряд и просто плоскость проводящий а в нижнем полупространстве нас немножко изменилась ситуация здесь раньше заряда не было и вот эта проводящая плоскость она экранировала наш заряд от остального объема и в итоге в нижнем пространстве поскольку потенциал здесь был нулевым ну или каким-то констант какой-то константе равны неважно здесь могло быть только однородное распределение заряда однородное распределение поля то есть либо поле 0 либо поле однородно ну скажем направлено перпендикулярной плоскости когда мы добавили заряд и заменили плоскость в нижнем пространстве картина изменилась а верхнем осталось прежний вот это но с одной стороны плюс метод зеркальных изображений что он позволяет найти поле аккуратно над но минус то что он искажает поле под то есть мы это это добавка заряда изменили немножко поле снизу но давайте посмотрим что можно еще проанализировать с помощью метода зеркальных изображений помимо плоскости хорошей задачей является использование метод зеркальных изображений для шара пускай на зарядку находится на некотором расстоянии иль от шара или шара вопрос на практике вы смотрели эти задачи обсуждали у меня зеркальных изображений или еще нет хорошо весь шар тогда обсудим сейчас возникает вопрос чем заменить вот этот шар на шаре потенциал всюду равен константе на поверхность да и внутри тоже внутри мы сейчас поскольку мы используем метод зеркальных изображений мы исказим поле то есть мы добавим туда какие-то заряды а снаружи хотим получить правильное поле также как в случае проводящей плоскости шар электрически нейтральный суммарный заряд на шаре 0 поэтому напрашивается заменить шар не на один заряд она два заряда причем эти заряды один должен находиться в центре он зовем его зарядку большую и создавать потенциал постоянный на всей поверхности этого шара постоянно потому что он поскольку находится в центре шара он создает сферически симметричную картинку второй же заряд должен находиться на линии соединяющие эти два заряда потому что это единственная линия анизотропии все остальное любой поворот будет изменять картину здесь нужно поместить заряд минус q для того чтобы система была электрически нейтральной ну то есть исходный шар не заряжен соответственно пара плюс q минус q тоже дает нулевой заряд ну и назовем расстояние x между этими двумя зарядами тогда в произвольной точке потенциал определяется тремя расстояниями назовем это r1 это r2 а это r большое ну а здесь вот у нас x и введем еще угол альфа для начала определим потенциал шара потенциал шара сразу же можно сказать что это потенциал в создаваемый внешним полем в центре этого шара но мы это обсуждали видим на прошлой лекции когда вы обсуждали проводники потенциал в центре этого шара равен к q маленькая делить на l расстояние между центром шара и зарядом q это или с другой стороны этот же потенциал может быть представлен в виде суммы трех потенциалов к q маленькая делить на r1 минус к q большое делить на r2 и плюс к q большое делить на r ну как я уже говорил что единственно не симметрич единственно симметричное распределение поля который может создать вот этот заряд какой-то должен создавать заряд который находится в центре потому что этот заряд смещен относительно центра это тоже смещен относительно центр поэтому давайте положим что q маленькая делить на l равно к q большое делить на r то есть потенциал шара теперь создается вот этим центральным зарядом это симметричное распределение то есть мы знаем что фи равно константе и фи действительно тогда не зависит от угла вот у этого слагаемого r1 и r2 будут меняться в зависимости от угла ну второе условие нам необходимо чтобы q маленькая делить на r1 было бы равно q большое делить на r2 это условие что вот этот вот вот эта вот сумма не дает вклад в потенциал то есть заряд минус q компенсирует заряд q при создании потенциала на поверхности ну проверим можно ли удовлетворить этим двум условиям к сокращаем из первого соотношения находим что q большое q большое q большое равно q маленькая r делить на l теперь распишем вот это вот соотношение q маленькая q маленькая на r2 должно быть равно q большому на r1 но q большое это q маленькая r делить на l на r1 q тогда сокращается и получаем что r2 на l должно быть равно r большое на r1 причем вот это должно быть выполнено для любого для любой точки вот этой вот поверхности сферы значит это должно быть выполнено для любого угла альфа нам нужно тогда раскрыть чему равно r1 и r2 для того чтобы найти r1 и r2 используем теорему косинусов пишем что r1 квадрат равно r квадрат плюс l квадрат минус 2 r l на косинус альфа а вот из этого треугольника найдем r2 r2 квадрат равно r квадрат плюс x квадрат минус 2 rx также на косинус альфа чтобы использовать квадраты напрашивается возвести это равенство в квадрат тогда получим l квадрат умножить на r2 квадрат на r квадрат плюс x квадрат минус 2 rx косинус альфа и это должно быть равно r квадрат умножить на r1 квадрат на r квадрат плюс l квадрат минус 2 r l косинус альфа мы сократим члены одинаковые здесь l квадрат r квадрат и здесь r квадрат l квадрат значит это и этот член взаимно уничтожаются соберем члены которые содержат косинус и которые не содержат косинус слева будет давайте l квадрат x квадрат минус r в четвертой равно теперь то что содержит косинус здесь 2r на l можно вынести и на косинус 2r l косинус альфа а в скобочках у нас останется x умножить на l минус r в квадрат нам нужно чтобы это уравнение выполнялось при любом альфа это значит что косинус у нас произвольное число он меняется от минус единицы до единицы но косинус любой любой для того чтобы равенство было бы справедливо при произвольном со множителя необходимо чтобы множители стоящие при этом косинус альфа в левой и в правой части обращались бы в ноль тогда ноль на любое число дает ноль значит x на l должно быть равно r квадрат ну а это удовлетворяется автоматически если x на l равно r квадрат мы получаем также тождество то есть в левой и в правой части у нас нули и отсюда находим что x равно r квадрат делить на l вот такое преобразование точки вот внешне к внутренне по вот этому закону носит название инверсии это инверсия преобразование инверсии оно переводит любую точку внешнего пространства шара в соответствующей ей точку внутреннего пространства шара ноль при этом переходит в бесконечность и наоборот бесконечность в ноль итак нам удалось построить такие заряды которые удовлетворяют постоянству потенциала на границе ну и более того мы нашли этот потенциал потенциал как у делить на l q большой у нас q маленькая r делить на l а x где находится точка это r квадрат делить на l поскольку распределение на границе выполнено то этой пары зарядов мы можем спокойненько заменить наш проводящий шар во внешнем поле и для любой точки во внешнем пространстве поле будет совпадать поле при наличии заряда и проводящего шара будет совпадать с полем от этих трех зарядов q маленькая и 2 q большое с разными знаками если а а а а дальше тогда мы не получим равенство нулю вот это если здесь мы получили x положительное если бы он был дальше x был бы отрицательным в остальном все было бы то же самое но x у нас получился положительное поэтому естественно ближе ну и можно еще понять с физической точки зрения а почему ближе здесь предположим положительный заряд отрицательный заряд То есть перераспределяется так, что он притягивается к этому положительному То есть отрицательный заряд оказывается ближе к этой стороне А положительный ближе к той То есть положительный должен быть дальше Но вот эта пара зарядов Она в точности заменяет сферу При исследовании поля снаружи А на самом деле На сфере распределены заряды иначе На сфере здесь на поверхности будет собираться минус С какой-то поверхностной плотностью заряда А здесь соберется плюс с поверхностной плотностью заряда Это вот будет на самом деле То есть этот метод, он дает эквивалентность поля Но иное распределение заряда по факту Теперь можно еще продвинуться вперед И посмотреть на что будет, если у нас шар Шар также проводящий Также рядом с ним находится заряд Q Но шар заземлен Заземление изменяет нашу картину Оно приведет к тому, что Если мы заземлим То потенциал шара будет равен потенциалу земли Потенциал земли Земля у нас Можно считать очень-очень большая По сравнению с шаром Можно считать, что бесконечно большая И мы можем естественным образом Принять потенциал земли равным нулю Тогда вот здесь вот Фи будет равна нулю Это приведет к тому, что На всей поверхности будет нулевой потенциал Когда мы поднесем заряд Q Маленькая Заряды внутри шара сместятся Но если здесь шар был исходно не заряжен И поскольку он был ни к чему не подсоединен Заряд суммарно был равен нулю И остался равным нулю То вот здесь вот Из земли Начнут притекать заряды И будут они притекать до тех пор Пока не станет потенциал равным нулю Это значит, что В центре В центре Заряд должен оказаться нулевым Ну потому что Когда мы брали вот это вот разложение Вот это вот У нас вот это слагаемое Как Q большой делит на R Создавало сферически симметричное распределение потенциала на поверхности Чтобы получилось сферически симметричное распределение потенциала И причем нулевое Необходимо, чтобы Q большой был бы равен нулю В центре А вот этот вот зарядик Должен остаться Для того, чтобы скомпенсировать потенциал, создаваемый зарядом Q Поэтому Вот такая вот система Даст нам Только один единственный заряд Минус Q Который будет Находиться на расстоянии X То есть на расстоянии инверсии От центра шара Вот так вот То есть здесь будет Только заряд минус Q А величина тоже точно такая же Q большое Равно Q маленькая R делить на L Ну а X Это R квадрат делить на L Дальше мы можем посмотреть А что будет, если мы скомбинируем Например, шар и плоскость Предположим, у нас вот такая вот конфигурация Вот такая Или же, наоборот Вот такая конфигурация Плоскость бесконечно большая Но здесь появилась Появилась сферическая выемка Радиус R Теперь нам нужно удовлетворить Граничным условием более хитрым Нам нужно дать ноль на поверхности На плоскости Если у нас здесь вот Находится, например, заряд Q Ну где-то сверху Верхняя плоскость Где-то То для него Давайте я повыше немножко его нарисую Вот так Чтобы он у меня Оказался над сферой Чтобы мне не слишком плотно рисовать Зеркальный заряд будет минус Q Вот эта пара зарядов Будет создавать ноль в любой точке Плоскости Но при этом У нас ноль на вот этой поверхности Не образуется Значит нам нужно добавить еще Инверсный заряд Вот здесь вот И вот здесь вот Пару зарядов Опять же здесь будет Ну возможно что нет Вот здесь вот Возможно что вот так Вот наверное вот здесь вот придется Добавить один заряд Минус Q И здесь заряд Q Вот так вот Получается по центру не нужно Она же Не знаю Может быть не нужен Может быть не нужен Фи равно нулю Значит здесь не нужно Да? Здесь уберем Давайте уберем Но правда есть одно но Вот этот вот заряд минус Q Который создаст ноль потенциала Вот на этой поверхности Будет создавать на вот этой поверхности Еще не нулевой Значит нам придется еще Отзеркалить его вот сюда Здесь будет Q Ну и вот теперь вроде бы Мы удовлетворили всем Правда еще вот может быть Вот здесь вот что-то потребуется Но этот заряд для Q Как раз минус Q И является зеркальным Поэтому вот в случае плоскости И вот такого куска У нас будет Система зарядов состоять из четырех Q маленькая Минус Q Ку большое И минус Q То есть этот зеркальный для этого Инверсный Этот инверсный для этого То есть они друг друга Так же компенсируют Вот эта картинка Ну видимо такая же Она по сути дела Ничем не отличается Мы фактически Если здесь имеем потенциал нулевой То и здесь с этой стороны Тоже будет нулевой потенциал Ну это нас в общем-то Ничего не портит Вот Бывает еще целый ряд задачек В которых Имеется просто плоскость Но Уже не одна А две Простой пример Вот такой И здесь находится где-нибудь заряд В двухгранном углу Внутри двухгранного угла Заменять нужно системой зарядов Если это Q Значит это будет минус Q Здесь будет минус Q Но опять Для вот этого заряда Относительно этой плоскости Нет компенсации Поэтому нужно добавить Еще один Заряд Плюс Q Вот сюда Получается система Из четырех зарядов Расположена к вершинах прямоугольника Для вот этого заряда Если этот компенсирует Вот эти два заряда Компенсируют друг друга На этой плоскости Этот с этим зарядом Компенсируют друг друга Вот на этой плоскости То вот этот вот Подношение к вот этой плоскости Не скомпенсирован И он создает ненулевой потенциал А нам нужно Ноль потенциала На вот этой плоскости получить На каждой из плоскостей Значит нужно добавить Зеркальный заряд Для вот этого Он скомпенсирует Относительно вот этого Полуобразной Эй плоскости И он же скомпенсирует Вот этот вот заряд отрицательный Для вот этой плоскости В итоге в любой точке Мы получим Условие потенциала равным нулю Вот мы обсуждали это Если мы берем пару зарядов Q и минус Q В произвольной точке плоскости Расстояние до этой точки одинаковое Вот зарядов Если расстояние одинаковое здесь То тогда эти расстояния также одинаковые И потенциалы, создаваемые этими зарядами Также одинаковые по модулю Но разные по знаку Я имею в виду, что у нас же тут Допустим, беременный куб, который снизит Вот как он влияет на вертикальную плоскость? Ну, он в произвольной точке создает Вот так же, как вот это здесь Он создает в произвольной точке ненулевый потенциал И нужно этот ненулевый потенциал Скомпенсировать потенциалом с обратным знаком Создаваемым противоположным зарядом А вот то, что ненулевый потенциал Находится еще одна плоскость Оно не влияет Идея метода зеркальных изображений Заменить плоскости, проводящие На систему зарядов Как только мы заменяем на систему зарядов И получаем, что Эта система зарядов Удовлетворяет граничным условиям На поверхности плоскостей После этого мы говорим, что поле В пространстве, которое ограничено зарядом и плоскостями Такое же, как поле Создаваемой системой зарядов То есть мы можем убрать плоскости И заменить их на эквивалентные заряды Поскольку есть теорема единственности Вот это набранное и выбранное нами распределение зарядов Создает точно такое же поле Поскольку есть граничные условия Они выполнены То и во всем пространстве Также мы получаем единственное правильное распределение поля Вот это ключевая идея метода Ну и дальше Здесь видите угол 90 градусов Четыре заряда Но если бы у нас был бы Был бы угол не 90 градусов А какой-то Произвольный Вот здесь находился бы заряд Q То каждый из этих зарядов То есть заряд нужно было бы зеркалить Относительно Каждый из поверхностей Дальше эти заряды нужно было бы еще раз зеркалить Относительно вторых поверхностей И мы бы получили Систему зарядов Расположенных на поверхности Значит это у нас двугранный угол Из двух плоскостей проводящих А здесь получалась бы система зарядов Ну и так далее То есть можно Вот такая вот будет система зарядов Которые расположены На окружности И при том Количество этих зарядов Если угол у нас альфа Равен 2π Делить на n На n То количество таких зарядов Будет равно n С учетом вот этого вот Нашего исходного заряда Тогда количество зарядов Будет равно n n-1 Зеркальный заряд И 1 Нашисходный Последний пример Который я хотел разобрать Касающийся системы Касающийся методами зеркальных изображений Это Линейная нить Вблизи цилиндра Вот предположим у нас есть цилиндр Радиуса r Цилиндр радиуса r И здесь Значит Здесь вот на этой картинке Мы видим срез Вот это сечение И недалеко от цилиндра На каком-то расстоянии l Находится Заряженная нить С линейной плотностью Заряда tau Заряженная нить С линейной плотностью Заряда tau Тогда Ну Как видите Эта картинка очень похожа Вот на ту Которая была здесь Столишь разница Что здесь Сфера А здесь У нас Цилиндр Там был заряд q А здесь Тау Напрашивается Заменить Цилиндр Опять же Цилиндр считаем Сейчас незаряженным Незаряженным На Тау большое И Минус Тау большое Минус Тау большое На расстоянии x Друг от друга Нам потребуется Выражение Для потенциала Создаваемого Линейным зарядом Тау На некотором расстоянии От него Для того Чтобы получить Это выражение Нам потребуется Использовать Теорему Гаусса Рассмотрим Нить с Нить с Линейным зарядом Тау Окружим Его Цилиндром С радиусом Р маленькая Тогда Поле Е Будет направлено По нормали К поверхности И тогда Интеграл От Е Д С Равен Ну можно сразу Рассказать Этот интеграл Это 2П Р На Л И на Е Это из симметрии И он будет равен 4П К На заряд внутри На К Внутри 4П К Тау На Л Л Это высота? Л Это у нас высота Да Ну и отсюда Е Будет равно 2К Тау Делить на Р Если Л сократить П сократить Двойку сократить Получаем, что Е равно 2К Уделить на Р Напряженность Поле Спадает Как единиц На Р Значит Можно найти Потенциал Знаем Потенциал Связан С напряженностью Значит Е Р Это Минус Д Дфи По Др Я пишу Здесь Полную Производную Потому что У меня Только От Р Все Зависит Тогда Дфи Будет Равен Минус Минус Др Ну и Можно поставить Интеграл Минус Интеграл От 2К Тау На Р В первой Степени Др Или Или же Минус 2К Тау Так Сейчас Минус Интеграл От Е Др До 2К Тау Логарифм Р И Здесь Будет Фи Минус Фи Нулевое Ну просто Давайте так Напишем Здесь Фи А тогда Здесь Напишем Плюс Константу То есть Напишем В виде Неопределенного Интеграла Вопрос Какой-то На определенный Интеграл Заменять Не хочется Потому что Тогда Иначе Нужно Говорить Задавать Какую-то Точку Где Фи Равная Нулю А здесь У меня Какая-то Константа Которая Говорит О том Что Есть Такая Точка То есть Я могу Смещать Ноль Потенциала В любую Точку Ну и В общем Здесь У меня С точностью До Вот этой задачи Опять Здесь У нас Р Здесь У нас Какой-то Р2 Здесь У нас Будет Р1 И потенциал В произвольной Точке Фи Будет Равен Минус 2 К Тау 2 К Тау Логарифм Р1 Плюс 2 К Тау Большое Логарифм Р2 И Минус 2 К Тау Тау Большое Логарифм Р И плюс С Плюс Некоторая Константа Выразим Р Маленькая 1 И Р Маленькая 2 Через Альфа Опять Я даже Их не стер Они у меня Вот здесь Вот написаны Р1 Р2 Это теорема Косинусов Можно Подставить Туда И Давайте Еще Одно Сделаем Здесь У нас Константа Константа Не очень Удобна Она Пока Произвольная Но мы Мы знаем На поверхности На поверхности Потенциал Не меняется То есть Фи равно Константе На поверхности Цилиндра Значит Фи Равно Константе От угла Альфа От угла Альфа Это значит Что Дфи Лучше писать Дфи По Д Альфа Должен быть Равен Нулю Продифференцируем Вот это выражение Для потенциала Тогда 2К Значит 0 Равно Минус 2К Тау Производная От логарифма Это единица На Р Делить На Р1 Умножить На ДР1 По Д Альфа Плюс 2К Тау Большое Делить На Р2 На ДР2 По Д Альфа И Минус 2К Тау Большое Нет Ничего Ничего Потому что Это Просто Константа Это Просто Константа Здесь Тау Постоянно Р Постоянно Производная От этого 0 Ну собственно Очевидно Что вот этот Член Дает Постоянство Потенциала То есть Задает потенциал На поверхность Он дает Константу Ну а вот эти Двое В сумме Должны давать 0 Найдем ДР1 ДР1 По ДАльфа Дифференцируем Вот это Выражение Здесь у нас Р Р И Л Константы Остается Минус 2 Р Ну давайте Продиференцируем Здесь будет 2 Р1 На ДР1 По ДАльфа 2 Р1 На ДР1 По ДАльфа Равно Минус 2 Р Л На Производное От косинус Это минус Синус То есть Будет Плюс 2 Р Л На Синус Альфа 2 Р2 Д Р2 По ДАльфа Равно 2Rx На Синус Альфа Двойки Можно сократить Но дифференцируем По Альфа Вот это Выражение Производное От Р квадрата Это 2R На Производное И здесь От косинус Подставляем сюда Поскольку Все 0 Я могу Двойки Сократить К сократить Останется Вместо ДР1 По ДАльфа Я пишу Вот эту величину Значит будет Р Л Синус Альфа Делить На Р1 В квадрате Будет Тау Делить На Р Л Синус Альфа На Р1 Квадрат Равно Тау Большое Делить На Р2 Делить На Р Р Сейчас Сейчас Секундочку РЛ Синус Альфа Должен быть В числителе Р Л Синус Альфа На Р1 Квадрат А здесь Тау Большое На Р Х Синус Альфа Делить На Р2 Еще Делить На Р2 Делить На Р2 В Квадрате Вот так Сокращаем Вновь Получается Тау На Р2 Квадрат Л Равно Тау Большое Р1 Квадрат Х Подставляем Р1 Р2 Вот Из Вот этих Вот Соотношений Тау Тау На Л В скобочках Будет Р2 Квадрат Р Квадрат Плюс Х Квадрат Минус 2 Р Х Косинус Альфа Равно Тау Большое Х На Р Квадрат Плюс Л Квадрат Минус 2 Р Л Косинус Альфа Минус 2 Р Косинус Альфа Опять Группируем Членосодирающий Косинус И несодержащий Косинус Тау Тау Р Квадрат Плюс Х Квадрат Минус Тау Х На Р Квадрат Плюс Л Квадрат Равно 2 Р Косинус Альфа На Тау Маленькое Х Л Минус Тау Большое Тау Большое Тоже Х Л Х Л Да Р Я вынес Ну да Можно было вынести Х на Л Опять Альфа Любой Альфа Любой Поскольку Альфа Любой Необходимо Чтобы Вот это Было бы Равно Нулю И вот это Было бы Равно Нулю Значит Получаем Что Тау Большое Должно быть Равно Тау Маленькое Во-первых И вот это Равно Должно быть Нулю Значит Тогда Л На Р Квадрат Плюс Х Квадрат Равно Х На Р Квадрат Плюс Л Квадрат Перемножаем Можно привести К квадратному Уравнению Х Квадрат Л Минус Х На Р Квадрат Плюс Л Квадрат Сейчас А даже Нужно ли Сейчас Секундочку Даже не нужно Наверное, проще перегруппировать. Давайте перегруппируем. Итак, L на x квадрат минус xr квадрат равно xl квадрат минус lr квадрат. Вот так вот. Вот, я перенес вот этот член влево, а вот этот член я перенес вправо. Здесь можно вынести за скобку x и получится x на lx минус r квадрат равно l на lx. lx минус r в квадрате. Но очевидно, что x не равно l. И для того, чтобы было выполнено вот это условие, необходимо, чтобы lx было бы равно r квадрат. Следовательно, получаем, что l на x равно r квадрат. И вновь окончательно x равно r квадрат делить на l. Опять инверсия. Опять получаем точку инверсии. Однако, на этот раз в случае цилиндров у нас линейные плотности зарядов должны совпадать с того. Вот если в случае сферы q большое не совпадает с q маленьким, он пропорциональный отношению радиус, то в случае сферы у нас сферу нужно заменять на два линейных заряда с такой же плотностью заряда Тау, как и в случае цилиндров. Да, для линейных зарядов мы заменяем на точно такие же, как Тау, линейные заряды. Так. Ну вот это вот рассмотрение метода зеркальных изображений. Но вообще-то класс задач, где используется теорема единственности, не исчерпывается только методом зеркальных изображений. Давайте посмотрим еще на одну задачу, которая представляет интерес с точки зрения общего рассмотрения. Ну и, в общем-то, достаточно часто встречается на практике. Это поле диска. Итак, поле диска. Вот мы имеем заряженный диск. Ну давайте вот он тоненький, тонкий, и заряжен каким-то образом. Диск проводящий. Диск проводящий. Проводящий диск. Вот задача найти поле где-то, ну, например, на оси диска. И задача найти, например, потенциал этого диска. Хотим найти потенциал заряженного диска. Ну, казалось бы. Ну, давайте считать, что диск имеет заряд равномерно распределенный по поверхности. У нас будет задача такая же, как мы рассматривали буквально на какой-то первой лекции. Ну, или на какой-то первой практике. Когда имеем поле поверхностного заряда с поверхностной плотностью заряда сигма, и найдем поле, ну, и найдем потенциал. Вот в случае проводящего диска оказывается, что это совсем не так. Дело все в том, что если вы поместите заряд на диск, он не захочет быть равномерно распределенным. Если диск диэлектрический, это можно сделать. На диэлектрическом диске, ну, вы нанесли заряд, проводимость практически нулевая, заряд не перетекает с одной точки на другую. Но у проводящего диска заряды свободно могут передвигаться относительно этого диска. Нанесли бы заряд, а он сам распределился каким-то образом, так, чтобы удовлетворить граничным условиям. А удовлетворить граничным условиям он может очень просто. Фи константа на границе. Ну, а что значит константа на границе? Если мы возьмем, скажем, вот этот диск, ну, вот такой вот, ну, какой-то толщины пластинка. Внутри этой пластинки поле должно быть равно нулю. Внутри пластинки, если мы вырежем здесь какую-то полость, поле будет нулевым. Вот идея решения задачи о проводящем диске начинается, как ни странно, с проводящего шара, заряженную по поверхности с поверхностной плотностью заряда сигма. Сначала рассмотрим шар, у которого поверхностная плотность заряда сигма. Ну, мы знаем, что по теореме Гаусса внутри этого шара, в любой точке этого шара, поле равно нулю. Он заряжен по поверхности, внутри зарядов нету. Если мы создадим какую-то сферу, гауссовую поверхность в виде сферы, то поле Ге будет равно нулю в каждой точке. Ну вот, если мы возьмем какую-то произвольную точку, то здесь поле Ге будет равно нулю. Но это мы можем понять и из других соображений. Если мы возьмем, ну, например, через эту точку проведем линию, и вблизи этой линии рассмотрим малый телесный угол, вот это вот будет кусочек, на самом деле вот здесь вот так вот как-то, кусочек поверхности, и здесь кусочек поверхности, мы назовем его ДС. ДС. Вот здесь у нас будет нормаль, а здесь у нас будет какой-то уголок бета. Какой-то уголок бета. Ну и, соответственно, здесь можно точно так же сделать. Здесь нарисовать нормаль, а здесь нарисовать уголок. Ну и, поскольку здесь радиус-радиус, треугольник равнобедренный, то вот этот вот уголок и этот уголок тоже будут равны бета. Значит, это будет тоже бета. Углы одни и те же. Можем найти поле вот в этой точке. Поле вот в этой точке, создаваемое вот этими двумя кусочками. Ну, с одной стороны, мы знаем, что оно равно нулю. Давайте покажем, что оно равно нулю, вот просто исходя из того, что вот здесь вот у нас два кусочка с поверхностной плотностью заряда сигма. Е, ну, создаваемое одним из кусочков, давайте даже скорее ДЕ, ДЕ будет равно К сигма на ДС. ДС – это кусочек поверхности. Его можно выразить через элементарный телесный угол Д омега, образованный вот этим вот конусом. Так, это КДКу делить на Р в первой степени, где Р – это вот у нас вот такое вот расстояние. Делить на Р в квадрате, потому что только что был потенциал, и я уже по инерции от потенциала иду с первой степени. ДР в квадрате, конечно. Выразим это ДС через элемент телесного угла Д омега. Если я умножу ДС на косинус угла бета, то я получу ДС, который перпендикулярно омеге. И тогда я его могу написать как Р квадрат умножить на Д омега. На элемент телесного угла. Тогда ДС будет выражаться как Р квадрат Д омега делить на косинус угла бета. И Р квадрат у меня сейчас здесь вот. Р квадрат благополучно сократилось. И получаю, что ДЕ, который я здесь построил, равно К сигма Д омега делить на косинус угла бета. Но этот угол и этот угол одинаковы. Эти два угла совпадают. Д омега у нас одинаков по строению. Здесь Д омега, здесь Д омега. Это как бы вертикальные углы, но в пространстве. Поэтому каждый кусочек с одной стороны сферы создает точно такое же поле, как кусочек с его противоположным. На другой стороне сферы. От каждой пары кусочков поля в сумме дают ноль. И мы действительно получаем, что поле в каждой точке сферы, внутри сферы, равно нулю. То, что мы могли сказать и по теореме Гаусс. Вот теперь этот шар можем деформировать. Деформировать мы его будем таким образом. Давайте поверхностную плотность заряда сигма как бы приклеим к поверхности шара. То есть не дадим ей перераспределяться. поверхностную плотность заряда сигма на шаре всюду теперь сохраняется. А шар мы теперь будем сплющивать. И будем вот так вот. Вместо шара мы будем иметь вот такой вот эллипсоид. Эллипсоид. Вот у него это сплющится. Все масштабы по оси вот этой вот Z уменьшатся в одинаковое число раз. А по двум другим ничего не будет. То есть вот он останется кружочком. Мне же нужно из шара получить диск, в конце концов. То есть если он смотреть сверху, он так растягивается. Но он же должен. Нет, он не будет растягиваться. Мы его будем только сплющивать. Только сплющивать. Меня сейчас интересует только заряд. А заряд, я сказал, что он приклеен к поверхности этого шара. И вместе со сплющиванием заряд на каждом таком кусочке не меняется. такое сплющивание по одной из координат не меняет вот это рассмотрение. То есть здесь все то же самое будет, только все относительно уже какой-то произвольной точки, которая тоже так же сместится. То есть все расстояния у нас сместятся, все площади у нас сместятся, все углы у нас одинаковым образом трансформируются. Значит, телесные углы, которые у нас вот здесь высекаются, они также останутся подобными друг другу. То есть вот эти кусочки не нарушат подобие. Ну и вот в этой произвольной точке у нас так и останется поле Е равным нулю. То есть вот такая вот деформация вдоль оси Z сохранит нулевым поле Е в нашей произвольной точке. То есть вот это вот рассмотрение, оно сохранится при сплющивании. Ну а что значит, оно сохранится при сплющивании? Сигма у нас не меняется, но сигма-то на поверхности не меняется. А когда мы сплющим, вот у нас была сфера, кусок сферы. Вот мы можем этот кусочек сферы выделить даже. А здесь она спроектируется на вот такое вот колечко. Вот так вот. Мы сплющиваем. Вот здесь вот он станет меньше. Но вот эта вот экваториальная плоскость, вот она, вот здесь вот. Все сплющилось, но сигма у нас при сплющивании образовал вот такой вот кусочек. То есть если сначала у нас заряд был распределен по сфере, и здесь был сигма, то теперь этот же заряд распределился по меньшей площади. Вот если это радиус, а здесь какое-то R маленькое, R маленькое, то еще нужно какой-то угол ввести. Давайте угол. Ну альф. Альф. Тогда деку здесь был равен... Заряд вот в этом кольце. Он был равен сигма умножить на 2πr на длину окружности и умножить на rd альфа. Это ширина полосочки. А когда сплющился заряд, получился, что деку, тот же самый заряд, но оказался уже в этом вот пределе вот этой вот окружности. он равен сигма, ну вот уже диска, сигма диска умножить на 2πr dr. 2πr на dr. Осталось связать вот это вот rd альфа и dr. Ну, сделаем это. Вот нам нужно вот этот вот кусочек, кусочек, спроектировать. Мы знаем, что вот здесь вот у нас угол альфа. Ну, например, вот так вот. Вот. Здесь 90 градусов. Тогда вот этот угол 90 минус альфа, значит, этот угол альфа. Тогда вот этот вот отрезок будет равен... Значит, если это rd альфа, то dr равен rd альфа на синус угла альфа. Подставим сюда. на синус угол альфа на синус угла альфа. Приравняем заряды dq. Получим, что сигма на 2πr, ну, значит, сигма. Ну, ладно, я перепишу. 2πr большое rd альфа. Вот так. 2πr маленькая r большое d альфа. равно сигма диска на 2πr маленькая, r большой d альфа и на синус угла альфа. rd альфа сократим, 2πr сократим. И получаем, что сигма диска, это сигма, делить на синус угла альфа. А синус угла альфа может быть найден так, как отношение противолежащего катета. Это корень квадратный из r квадрат минус r маленькая в квадрате. Делить на гипотенузу, делить на радиус. r маленькое это расстояние на диске. То есть после сплющивания, после сплющивания, мы получили вот такой вот диск. Вот он очень маленькой высоты. Вот это поверхностная плотность заряда с одной стороны. И мы ее получили в зависимости от r малого. r большой здесь радиус диска, а r маленькое это расстояние до нашего колечка. Вот это r маленькое, а вот это r большое. Что видим? Заряд на диске при поверхностной плотности заряда на диске при r маленьком равном нулю дает нам просто сигма, но надо учесть, что сигма это поверхностная плотность на шаре. У нас сверху сигма получилась с сигма диска и снизу с сигма диска. Диск сплющился, диск стал плоским. Тогда на диске вблизи центра при r маленьком стремящемся к нулю сигма диске, сигма диска, давайте здесь 1 напишем на одной стороне, равно вот этому, а сигма диска будет равен 2 сигма диска 1 одной стороны, будет равен 2 сигма. На шаре, значит, теперь при r маленьком стремящемся к r большому, у нас знаменатель обращается в ноль. И это значит, что сигма диска, сигма диска, ну 1, стремится к бесконечности. Что, в общем-то, естественно, потому что вот у нас диск сплющился, и заряды пытаются разбежаться, как можно дальше друг от друга. Куда они будут разбегаться? Как раз на крае этого диска. Заряды будут собираться вот здесь, по краям. По краям. И вот на этих маленьких закруглениях соберется максимальный заряд. Ну, а поскольку основная часть заряда вот здесь вот, у края, а площадь, она приходится на единицу площади маленькую, то сигма стремится к бесконечности. То есть диск оказывается неоднородно заряженным. Неоднородно заряженным. А ты почему писать, потому что без вот этой прекрасной модели? Ну, можно написать уравнение Лапласа с граничным условием на диске и долго ее решать. И честно скажу, я не уверен, что она легко решается аналитически. Отнюдь не уверен. А вот с помощью вот такого красивого преобразования сплющивания шара мы получили, уже получили зависимость сигма от R. Ну и можем, например, найти потенциал, создаваемый зарядами на этом диске. Давайте найдем потенциал. Ну, с одной стороны, мы можем найти потенциал на любой высоте над этим диском. А с другой стороны, мы можем найти потенциал самого диска. Давайте это сделаем. Фи диска. Ну, поскольку задача симметричная, проще всего, поскольку диск проводящий, фи диска в любой точке, равно фи диска при R равном нулю. Проще всего найти в центре. Это интеграл от KDQ делить на R в первой степени. Считаем, что на бесконечности потенциал равен нулю. Интеграл от K. Теперь DQ. У нас поверхностные плотности сверху и снизу одинаковые. Значит, они будут равны 2 сигма. Будет 2 сигма на радиус делить на корень из R квадрат минус R квадрат. Это я переписал просто сигма вот это вот. И теперь DQ. Значит, сигма на DS. На DS можно умножить. Осталось DS расписать. DS распишем как 2PR на DR. Вот, вот. Я просто переписал вот это вот умноженное на 2. И еще умноженное на K. Теперь R маленькое я сейчас еще напишу. Вот это вот. Это вы имеете в виду? Да, R маленькое нужно написать. Теперь DS. Расписываем. 2K сигма R. R корень из R квадрат минус R квадрат. А DS это 2PR на DR. DR сокращается. Получаем 4PK сигма R большой интеграл от DR делится на корень из R квадрат минус R квадрат. Вот так вот. Ну, здесь напрашивается вынести R большой за знак корня. Интеграл от D от R делить на R. А здесь корень квадратный изъединится минус R делить на R в квадрате. Что это за функция? Арксинус. Арксинус. Совершенно точно. Арксинус. R на R. Арксинус R на R. Пределы интегрирования у нас меняется R маленькое от 0 до радиуса. Соответственно, синус. Ну, когда я делаю замену переменной, здесь R делить на R у меня синус альфа. Альфа, да? R делить на R – это синус альфа. Тогда альфа меняется от… Если R от 0 до R, то альфа у меня от 0 до 1, да? До пи пополам. Пи на 2. На промежутке от 0 до пи на 2. Ну, можно даже альфа писать сразу. Ну, здесь будет просто пи… Сейчас, неправильно. Арксинус R делить на R. От 0 до R. Если я сохранил переменную R, то мне нужно от 0 до R писать. И Арксинус будет равен просто пи пополам. Минус 0. Ну, в 0 Арксинус равен 0, а… Ну, это неважно, на самом деле, когда интеграл, если там на концах гладко, то это не имеет значения. Это не важно, что у нас R маленькая, которая вот тут, и R маленькая, которая у фи-д в скобочках? Это не одно и то же? Потому что мы ищем потенциал в центре этого диска. Вот у нас диск. Вот у нас… Мы ищем потенциал, создаваемый всеми зарядами, которые вот здесь вот, элементиками заряда DQ, в центре этого диска. На расстоянии R от… Да, но у вас написано в явном виде R равно 0, поэтому я пытаюсь поднять… Ну, R меняется от 0. То есть мы разбиваем вот этот диск на набор колечек. R равно 0, да, вот он только в самом конце, а в самом конце он нормальный. В самом конце он дает нормальное значение. Итак, вот вместо этого арксинуса я должен написать полам. Получается, что фи-диска равен 2π квадрат k σr. Ну, и вот если вы сравните, вот это вот выражение дает совершенно другое по сравнению с тем, что было бы, если бы заряд был бы равномеренно распределен по диску. Ну, а зная потенциал диска, но немножко забегая вперед, можно найти его емкость, электрическую емкость. Мы нашли потенциал в центре проводящего диска. А потенциал вот этого блинчика, да, диск или блинчик, неважно, как вы его назовете. А зная потенциал в центре проводящего диска, мы скажем, что в любой точке этого диска, поскольку он проводящий, потенциал такой же. Это такой же, если у нас будут края или скругленные, а… Ну, то есть не прямоугольные, а плавненькие. Но диск у нас бесконечно тонкий, поэтому нам это, в общем-то, все равно. Для нас это не является существенным. Диск, диск плоский, диск плоский. Вот. Можно еще было бы посмотреть на такую ситуацию. А что будет, если у нас есть два диска рядом друг с другом? Один диск и второй диск. И оба заряжены с одинаковым зарядом. Тогда, но это все равно, что мы возьмем каждый диск, и… Это не конденсатор, здесь одинаковые заряды. Заряды одинаковые. Тогда на нижних у нас будет сигмы, ну, то есть вот здесь вот и вот здесь они соберутся. И заряды будут отталкиваться, и они соберутся все вот здесь, на верх, на вот этих вот внешних сторонах. А вот на этих сторонах заряд будет отсутствовать. То есть если мы вот так вот соберем этот диск, ну, сделаем такие стеночки, то изнутри вот эти заряды уйдут. И тогда весь заряд переместится на внешние стороны. Тогда на внешних сторонах будет вот это вот два сигма исходное. Сигма диск. И последнее, что любопытно, а что будет, если у нас заряды противоположные? Здесь плюс, здесь минус. Вот здесь будет совершенно другая картина. Вот в этом случае у нас поле Е окажется внутри однородным. И поскольку однородное поле Е, заряды выровняются. И выровнявшись, они равномерно, почти равномерно распределятся по поверхности. То есть вот эта вот картинка будет разительно отличаться от уединенного диска. В случае конденсатора у нас вот здесь будет почти постоянное, плюс сигма, и здесь минус сигма. Они будут постоянные. И сигма примерно равно константе в зависимости от R для конденсатора. А вот уединенный диск дает существенное перераспределение. Пара дисков одинакового заряда дает тоже существенное перераспределение. То есть вот здесь максимум будет, а здесь в центре минимум. Вот. Есть ли вопросы? Хорошо. Тогда на сегодня всего. И всем спасибо. Тяжелое молчание. Тяжелое молчание.